Далее мы приглашаем вас на тренировку по спортивной акробатике под руководством многократного чемпиона мира. Причем тренируются здесь не профессиональные спортсмены, а любители всех возрастов. Кто-то хочет применить акробатические навыки в прыжке с парашютом, кто-то при спуске с горы, а кто-то просто поддерживает хорошую физическую форму. Двойное сальто, полтора винта вперед и другие акробатические элементы Борис Павлицкий научился делать за три года. Он пришел в спортивную акробатику лишь в 25 лет. До этого было много других видов спорта, среди которых плавание, упражнения на турнике и даже фигурное катание. В акробатике привлекло чувство полета, которое поначалу и пугало. Простые элементы более-менее пошли, а вот когда уже начались сложные, действительно чувство самостранения появилось. Как-то было и хотелось, и страшно было, и тоже и со строковками работал много, но вот как-то помню, что переборол эту вещь. И уже, в принципе, сейчас даже более-менее достаточно сложные элементы уже по зубам. Уникальность этих занятий в том, что в профессиональном спорте детей начинают готовить с 5-6 лет. И казалось, что взрослому просто не осилить сложные элементы. А шестикратный чемпион мира по спортивной акробатике Константин Пилипчук уже несколько лет тренирует взрослых и опровергает стереотипы. Сначала его просили друзья из других секций. Хотелось наработать координацию, выучить сложные трюки, например, для прыжков с парашютом или сноуборда. Затем появились единомышленники. Ко мне приходили и за 40, и даже в 50 лет занимались, и довольно-таки свои цели они люди достигали. У меня по большей части группа от 20 лет, там, ну, больше студенты, либо уже там рабочие люди около 30 лет. И если есть упорство и, главное, целеустремленность, то они достигают, там, допустим, до месяца они могут сальто научиться. Причем не обязательно быть спортсменом. Просто у физически неподготовленных людей времени на отработку упражнений уйдет чуть больше. Главное в тренировке – грамотный подход тренера. Каждый сложный элемент разбирается на несколько простых. Отрабатываются начальные фазы. Константин выполняет начальные базовые, скажем так, навыки для выполнения элемента сальта вперед. Он научит толчок, направление и взятие, ну, группировки, скажем так. Работа на батуте, акробатической дорожке, брусьях, ковре доступна любому и в любом возрасте, считает Константин. На отработку сложных элементов развитие гибкости уйдет достаточно времени. А вот некоторые упражнения можно осилить и после непродолжительных тренировок. Вот, умница. Все хорошо. Для того, чтобы выполнить данный элемент, требуется где-то около двух-трех месяцев подготовки. Людмила Бардышева три года занималась балетом. Но последние тренировки были еще в пятом классе. Сейчас ей 23. Четыре месяца упорно занимается в секции. Ну, какие-то там элементарные вещи на батуте, я не знаю, на коврике. То есть, ну, постепенно начинаю разучивать какие-то элементы. Тяжело дается, да, ну, потихонечку дается. Подопечный Константина доказывает, что заниматься спортом, даже таким сложным, как акробатика, можно в любом возрасте. Только недавно тренер стал работать с детьми. Сначала их приводили из разных секций для отработки прыжков, переворотов. Но уже в ближайшее время чемпион планирует набрать специализированную детскую группу.